Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью». Меня зовут Алсу Щепотева, и сегодня в гости нашей студии глава администрации Янаульского района Ильшат Вазегатов. Ильшат Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, каким запомнится нам 2020-й уходящий год, какими событиями, какими проектами? Добрый вечер, добрый день, уважаемые и на улице, уважаемые телезрители! Конечно же, однозначно можно сказать, что год 2020-й был сложным, может быть, самым сложным за последние десятилетия, беспрецедентный. Какой бы трудной ни была ситуация, сложившаяся в рамках борьбы с коронавирусом, хочу сказать, что жизнь продолжается. Должен отметить, что мы справляемся с контролем за ситуацией по коронавирусу, делаем все необходимое, чтобы обезопасить наше население от этой сложной инфекции. Ответственные службы справляются, главное, чтобы люди не расслаблялись, соблюдали необходимые меры профилактики. Все мы знаем в этом вопросе. Каждый должен быть внимателен прежде всего к самому себе и к окружающим. Хотя пандемия перевернула все с ног на голову, но основную нашу работу, конечно же, никто не отменял. Это прежде всего работа с населением. И та плановая работа, которая была прописана в наших планах, ну и неплановая, которая в ходе простых жизненных ситуаций возникает, она велась, она осуществлялась. Несмотря на то, что были периоды в течение года, когда в администрации массовые работники болели, мы предприняли все меры для того, чтобы основной состав работающих коллективов или подразделений администрации осуществляли документооборот положенный. И вот для интереса документооборот составил 23 800 единиц. Это с плюсом 6% к прошлому году. Всю эту рутинную работу в части документооборота провели работники администрации района совместно со структурными подразделениями, казенными учреждениями, муниципальными учреждениями. Ну и, конечно же, предприятиями сферы обслуживания. Если говорить о территории в целом, в плане строительства и ремонта, развития инфраструктуры района, то были для нас годы и получше. Но и нынешний был достаточно успешным для большинства отраслей. Район по многим показателям находится в золотой середине среди районов республики. А по некоторым вопросам мы служим примером для многих районов. Позитивным выдался год для сельскохозяйственной сферы. В целом по району с каждого гектара собран 21 центнер урожая. Это уже один из показателей. И то, что мы сегодня по молоку, валово-монодое, тоже на 10-м месте в республике среди 54 районов, это один из таких показателей сельхозотрасли. Готовясь к этой программе, я посмотрел еще раз свежие данные по тому, как складывается бюджет района, например. Мы за последние 10 лет достигли максимума по консолидированному бюджету. Это 1 миллиард 800 миллионов рублей. Такого у нас параметра еще не было. Конечно же, это достижение таких размеров бюджетных вливаний в район. Это участие нашего района в различных программах федерального и республиканского уровней. Это привлечение средств для не только строительства, но и развития в различных направлениях в направлениях деятельности нашего района. Это все то, что через бюджет прошло. Я повторяюсь, это консолидированный бюджет с учетом бюджета всех сельских поселений, городского и муниципального района. Наш район участвует во многих республиканских и российских программах. Какие программы, какие проекты действуют сейчас? Какие проекты мы успешно завершили уже в этом году? Если мы в прежние годы говорили о таком активном участии нашего района в программе расселения аварийного жилья, который дал эффект, я думаю, хороший эффект жителям, проживавшим в аварийном жилье и не только улучшили свои территории за счет сноса некрасивых, неухоженных, старых строений. Это определенный эффект прежних лет. С 2010 по 2018 годы работали. В целом мы со дня начала работы программы развития сельских территорий, там преобразования в название программы были, но данная программа она координируется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Республики Башхорстан, которая сначала действовала только в рамках сельских территорий, но вот начиная с прошлого года, с 2019 года данная программа заработала и на территориях городских поселений, где население менее 30 тысяч. В данной программе у нас микрорайон «Италмаз», где наряду с хорошими дорогами, с коммуникациями газа и воды мы впервые в сельской местности построили парк. Небольшой, но парк с зоной отдыха и с возможностью спортивных занятий для сельского населения. Это в Шудекском сельском поселении, микрорайон «Италмаз». Ну и плюс к этому детский садик на 60 мест. Это благодаря участию в данной программе. Здесь присутствуют и федеральные средства, и республиканские. Ну и, конечно, там небольшое количество наших. В комплексном развитии мы участвовали и в 2015 году сдали прекрасную школу в селе Сусадо-Ибалак. И там школа не единственный объект. Там тоже и газификация, и водоснабжение улиц и нового микрорайона данного села. А дальше, вот в части этой программы в прежние годы мы работали по газификации, системе водоснабжения сельских населенных пунктов. А в этом году в этой же программе мы привлекли почти 40 миллионов рублей для города, в соответствии с которым два микрорайона в северной части города снабдили, там построили более 6, ну почти 7 километров водопроводных сетей и снабдили так называемые старые, но не имевшие до этого центрального водоснабжения районы города центральным водоснабжением. Это тоже хороший показатель. Ну и плюс отремонтировали школы, детский сад, вот 10-й, фасад его, старые здания преобразились, окна поменяли. В 4-й школе водные трубопроводы теплоснабжения и горячее водоснабжение. Ну дальше ряд объектов социальных тоже были отремонтированы. Всего 9 таких пунктов. Я думаю, сегодня перечислять все это не нужно. Мы об этом многократно говорили. Данная программа вот то, что дает эффект увеличения бюджета, скажем, района. Да, хотя программа сельская. Данная программа дальше она способствует и в том числе увеличению вводимого жилья и там быстро застраивают наши жители уже свои индивидуальные жилые дома. Участвуя в программах развития сельских территорий вот то, что я назвал строительство сетей водоснабжения, газоснабжения, дорог, это дает толчок развитию или уверенному шагу в строительстве и вводу жилых домов. За 2020 год введено всего 318 индивидуальных жилых домов и это с плюсом 42 процента к уровню прошлого года. Или если называть в цифрах, это более 24 тысяч квадратных метров жилья, из которых 218 домов введено в городе, на селе 100 домов. Это неплохой показатель с учетом тех сложностей, которые мы имели в этом году. Чуть ли не в полтора раза мы увеличили объемы строительства. Но при этом у нас проблемные микрорайоны еще остаются, решением которых мы работаем, это и в городе, и на селе. Два нацпроекта развития сельских территорий и строительство жилья, они друг друга тянут, участвуя в этих программах. И у нас это получается на сегодняшний день. Активная винарная работа и по программе Башкирские дворики. Конечно, в части республиканских наших программ, где программы Башкирские дворики, ремонт подъездов, инициированные ради Фаритовича, они, конечно же, имели продолжение в 2020 году. И мы завершили, скажем так, в микрорайоне больничного городка. Там один двор оставался. Благоустройство, озеленение, плюс строительство с установкой малых архитектурных форм для игровых площадок. Дальше на улице Станционные относительно новые дома, но у них некачественно был изначально выполнен выполненной работой по обустройству дворовых территорий. С помощью этой программы там красиво, уютно, хорошо стало жителям домов Станционные 12, 10, 12А. Также дворы по улице Худайбердина 36, 42 заимели удобную для жителей придворовую территорию. Ремонт подъездов, который был запланирован на 2020 год, был выполнен одним из первых в республике качественно и хорошо. Есть большой сюрприз благодаря тому, что наша управляющая компания подготовила совместно с жителями многоквартирных домов документацию, представила конкурс, как они ведут работу об устройстве прилегающей территории. На днях было озвучено, что из 9 призовых мест в республике по многоквартирным домам два приза наших. Программ много, но в программах я бы сказал не всегда оцениваемых и произносимых в цифровых в рублевых исчислениях также развитие системы здравоохранения, развитие системы образования, развитие спорта в сельской местности. В них мы тоже принимаем активное участие. И спортзалы ремонтируются. Хотя мы напрямую и в принципе за счет бюджета или через вот в тех миллиард 800 миллионов эти деньги не участвуют, потому что финансирование системы здравоохранения не зависит от района. Рекордное для нас количество фельдшерских пунктов установлено именно 7 ФАПов в этом году в деревнях наших в селах и на 2021 год запланировано установка еще 6 ФАПов. Таких модульных полностью по современным требованиям оснащенных инвентарем ФАПы за 2 года 13 штук заработают. Кстати говоря, буквально в конце декабря все 7 установленных ФАПов лицензированы и они уже работают, функционируют. Согласно указу главы Республики Баштатстан ради Хабира в этот год был годом эстетики населенных пунктов. Каким он запомнится нашим жителям? Конечно же, год объявленный ради Фаридовича годом эстетики, там дальше продолжение это заборы, бордюры, газоны и так далее. Все это, вся эта работа у нас велась и раньше, вот только по огораживанию, отдельно еще был пункт улучшения работы по содержанию кладбищ в населенных пунктах тоже касался года эстетики и отдельно день поминовения у нас установлен в Республике официально указом главы Республики. Вот эта работа у нас, я бы сказал, велась всегда. Но данный год, конечно же, мы отчитались там по метражу вновь установленных, покрашенных, отремонтированных заборов, газонов, установленных бордюров, все это налицо, люди видят. Я хотел сказать просто то, что вот когда мы отчитывались, буквально все фотографии запросил у глав сельских поселений и с указанием годов исполнения и выполнения работ по улучшению заборов кладбищ представили 42 фотографии с установленными обновленными заборами по разным программам. Тут и программа поддержки местных инициатив. Тут кто-то воспользовался деньгами, которые предоставляются сельским населенным пунктам как реальные дела, либо это говорят депутатские деньги, по запоросу населения перед депутатами выполняются наказы избирателей по этим деньгам. Они небольшие, но здесь разные варианты принимались. И в этих 42 фотографиях отображены обновленные заборы наших кладбищ населенных пунктов с установкой домиков для обслуживания для инвентаря и инструментов кладбищ. Это радует. Вся эта работа выполнена за последние пять лет. 42 они реально в хорошем состоянии. в отличие от тех районов или населенных пунктов, где эта работа не ведется. Почему я это говорю? Ради Фаридович не зря этот год объявил. Проезжая по республике, он же разные видит. Где-то не так, где-то что-то. Конечно же, было приятно, когда, посещая 1 сентября, констатировали этот факт, все средства массовой информации. Он похвалил янаульцев и призвал равняйтесь на янаул в части благоустройства. Здесь прежде всего всех посещающих удивило, как именно жители сами занимаются придомовой территорией. Как вдоль дорог у нас ухоженные, я бы сказал. Есть, конечно, у нас места, куда руки не доходят, и бурьян присутствует, и покошенные заборы есть, но этого минимум, потому что прежде всего гостям района бросается ухоженное больше бросается в глаза, если человек с добром едет, скажем так. А искать всегда можно и недостатки, они у нас тоже есть, над устранением которых мы работаем. И, конечно же, Радифаревич несколько раз на совещаниях сказал, в годы, когда проводилась работа по выездным семинарам в районах, поправленные вдоль больших дорог заборы, конечно же, они обветшали такие, у нас есть вдоль больших дорог заборы, которые общими усилиями ставились там 18-20 лет тому назад. Если они деревянные, они пришли не в годность, в негодность. Сегодня материалы позволяют на долгосрочную перспективу обновить, и этим мы занимались. Может быть, не так массово еще, но опять-таки хочу подчеркнуть, что этим годом эстетики данный вид работ не заканчивается. Он должен продолжаться в последующие годы, и здесь просто стимул на начало работы. Если на селе, где проходят, на центральной улице, если мы сумели обновить, скажем, процентов 30 заборов в этом году, то сосед обгоняет друг друга, в следующем году запланировал, сделает, это по-янаульски. Это будет сделано. Я думаю, это все будет хорошо. Конечно, да. У нас есть такой азарт, это украшает инаульцев, это подчеркнули все. По крышам у нас красота, в целом я говорю. Конечно, в кавычках, в 2014 году целые деревни мы цветными крышами закрыли после урагана. Это, конечно, не помощь, это вынужденные меры. Но люди сегодня обновляют и крыши цветные. Были годы, когда и шифер красили, мы же это помним. А сегодня шифер и профнастилы практически одинаковую стоимость имеют. И люди обновляют. Лично меня радует, когда люди изыскивают возможность и считают красоту, эстетику своих домов, придомовой территории своей обязанностью. Это здорово. Кроме того, что это был год эстетики, это было также 75-е годовщина Победы. Этим запомнился нам этот год. Какие пятки событий вы запомнили сам лично? Конечно же, 75-летие Победы, наверное, это один из основных моментов 2020 года, гордости нашего советского народа, российского народа, за победу наших предков в Великой Отечественной войне, в мировой войне, Второй мировой. И дань уважения нашим ветеранам. Мы провели много мероприятий, хотя проблемы с посещением по коронавирусу были, соблюдая дистанцию. Как мы уже вспоминали, мы дважды даже праздновали День Победы, и это 9 мая. Мы устраивали концерты перед домами, где индивидуальный жилой фонд, в индивидуальном жилом фонде, в многоквартирном живут наши ветераны. Они с теплотой откликнулись на эти мероприятия и потом поблагодарили еще участников самодетельности за красивые песни, исполненные перед их домами. Конечно же, я хочу выразить слова благодарности руководителям и работникам предприятия, которые активно украшали накануне Дня Победы наши населенные пункты. Только в городе 8 арт-объектов со звездами, с георгиевской лентой, с элементами вечного огня были выполнены именно силами жилищно-коммунальных предприятий, дорожников. это тоже все лето украшал город качественно, с хорошей краской выполнили и все приезжающие тоже замечали, что эти арт-объекты украшают наш город. И, конечно же, в стороне не остался никто. Более 44 памятников и обелисков, расположенных в наших населенных пунктах, были отремонтированы, отреставрированы. Практически установили, раньше он в селе Варяш стоял, теперь в Новом Артауле установили практически новый памятник Труженице Тыла. Идея памятника и такой же памятник был на территории этого же сельского совета Новортаульского, но тогда он в Варяше был установлен, насколько я знаю. Там памятник пришел в негодность, и поэтому прообраз вот этого памятника, идея этого памятника была переделана, отреставрирована и установлена в Новом Артауле в комплексе с памятником. Но там инициатором был, конечно же, Яхин Рафаэль Заянович, он возглавлял эту работу совместно с жителями этих населенных пунктов. Я думаю, данную работу нам по увековечению памяти Тружеников Тыла нужно еще продолжить именно на все территории нашего района во всех населенных пунктах, тем более в городе. Мое мнение, такой памятник в городе тоже должен быть. Пока мы не успели на 75-летие, дальше, надеюсь, идеи будут подаваться и гражданами, жителями нашего района, и, конечно же, архитектурой и другими ответственными лицами. Говоря о 75-летии Победы, как раз программа развития сельских территорий небольшие средства, но они были федеральные деньги, даже применены в реконструкции и создании нового памятника в селе Карманово. Даже федеральные деньги развития сельских территорий и вроде бы к юбилею Победы и там и памятник. Полную реконструкцию выполнили героям войны. Много мероприятий, которые организовывали учреждения культуры, волонтеры, заботясь о ветеранах, о тружениках тыла, проводили в течение всего года. Уже второй год у нас проходят акции Зеленой Башкирии, в рамках которого весенняя посадка была также посвящена победе 75-летию победы. Рядом с элеватором на территории площади перед элеватором в этом году посадили аллею ветеранов совместными усилиями учреждений, предприятий, работников города, учреждений и предприятий города, где, если честно, идея была моя, потому что некогда данная территория площади элеватора представляла красивый вид, но с приходом инвестора он сначала пустовал элеватор в части хозяина, потом инвестор он уже отвечает только за пределы и территории самого элеватора, а уже площадь, конечно же, в зоне ответственности администрации городского поселения наша, в принципе. И данная площадь будет облагораживаться дальше еще в 2021 году, такую задачу перед собой мы поставили, а вот до того, как посадить вот эту аллею, там большое количество асфальта, бетона, вылов, вывязано, и туда мы уложили землю, грунт, куда смогли посадить деревья. В том числе это будет и зеленая зона, и в какой-то мере он огородит жилую зону от производственной. надеюсь, в ближайшие 2-3 года там будет очень красиво. Важную роль играет социальная жизнь, социальная сфера нашего района. Какая работа была проделана в этой части? Социальная сфера это та сфера, которая, работа которой сложно измерять цифрами, отчетностью какой-то, хотя это тоже делается, но это прежде всего комфорт людей и получения хорошего образования в части системы образования. Несмотря на сложности пандемии, относительно в короткие сроки коллективы наших школ сумели перейти на дистанционное обучение наших детей. Хотя, да, есть в сельских населенных пунктах есть проблемы с доступностью интернета, есть проблема необеспеченности детей компьютерной техникой, но в целом эта задача была выполнена в весенний период, дальше уже осенью легче пошло, и я хочу выразить слова благодарности учителям нашим, руководителям, организаторам наших школ за то, что они данную работу ведут, вели и ведут на достойном уровне, и в системе образования республики наш район представлен я бы сказал тоже хорошо, и мы ни один раз не получили критику в части упущения сроков перехода на такие методы обучения. Летний оздоровительный период у нас был из-за коронавируса просто сорван, у нас не было возможности соответствовать тем требованиям Роспотребнадзора и мы не стали запускать, чтобы дальше ковид не распространялся, не стали запускать оба загородных оздоровительных лагеря, это из минусов, но были онлайн занятия внешкольные проводились нашими же педагогами, может быть они сто процентов не заменяют кружки оздоровительные периоды, но эта работа по крайней мере она велась и продолжалась и неплохие отзывы были, отвлекали учащихся те сложные периоды самоизоляции, это важная работа. Отрадно в социальной сфере, хотя я сказал цифрами не мериться, при формировании класс-комплектов в этом году третий год подряд в школах у нас в том числе и в этом году почти на 100 детей больше, чем в прошлом году, это тоже хороший показатель. Три года подряд мы идем пока по увеличению, хотя знаем, что впереди демографический провал нас ожидает, волнообразная найдет, к сожалению, рождаемость. А в части социальных вопросов, как обеспечение жильем, сертификатами молодых семей, обеспечение сертификатами по материнскому капиталу. Вот только пенсионный фонд в 2020 году выдал государственных сертификатов на материнский семейный капитал 313 единиц. 80 семей воспользовались мерами государственной поддержки на сумму более 45 миллионов рублей, и это тоже на 8 процентов больше, чем в 2019 году. Наши некоммерческие организации Совет женщин Инаульского района, автономная некоммерческая организация Альтаир, которая ведет свою деятельность в сфере обслуживания населения, местное отделение Пионеры Башхольстана, вот такие общественные организации были активны и 4 их проекта стали победителями фонда президентских грантов. Один проект победителем гранта Республики Башхольстан. Общая сумма привлеченных за счет этих грантовых поддержек составила около полутора миллионов рублей. Это тоже развитие данных направлений деятельности. Были победы на Олимпиадах и конкурсах, в которых участвовали не только учащиеся, но и учителя. В наших школах трудятся лауреаты республиканского конкурса «Учитель года Башхольстана» 2020 года, учитель села Карманова Хальфатулина Анисана Рисламовна стала победителем номинации «Педагогическая надежда» конкурса «Молодой учитель года 2020 года», учитель информатики лицея города Янаула Бронников Александр Михайлович. И, как вы уже знаете, после этого, наверное, еще это содействовало тому, что мы его назначили директором гимназии сегодня. Молодой, энергичный, работает непростой коллектив ввиду размеров и большого количества детей учителей. Я желаю и думаю, что он справится, желаю, чтобы у него получилось. Буквально перед первым сентябрем пришлось его назначить ввиду того, что там кадровые изменения произошли в территориальной избирательной комиссии. Победитель конкурса на присуждение премии «Лучший учитель за достижение в педагогической деятельности», учитель Сусады Ибалахской школы Елена Максимовна Гельмеддинова. Кстати, она тоже всегда участвует активно, всегда работает над совершенствованием своего образования, своих профессиональных навыков. Это радует. Победителем регионального чемпионата «Олд скиллз» Россия, учитель технологии Новоротаольской школы Ильдар Равильевич Ибрагимов стал. Много успехов у педагогов дошкольного и дополнительного образования. И, конечно, есть успехи и у самих ребят. Наши ребята достойно представляли наш район на всероссийских форумах, научно-практических конференциях для школьников и студентов. Отрадно, что есть выпускники и 100-бальники. Хотя были периоды, когда 100 баллов зарабатывали учащиеся на ЕГЭ, их под сомнение ставили, но здесь, по-моему, теперь, наоборот, поощряются, потому что очень строго относятся и к ЕГЭ, и уже номинанты и 100-бальники всегда имеют стабильную основу в образовательном процессе за предыдущие годы. тоже хорошо и красиво, когда есть 100-бальники. В сфере культуры, как и в предыдущие годы, проведено множество мероприятий. Если быть точными, вот по отчетам сферы культуры проведено 1963 мероприятия. Это много или мало, судить вам, работникам культуры я тоже выражаю огромную благодарность, потому что мы представлены в сфере культуры республики хорошими коллективами, людьми, которые с удовольствием работают в этой отрасли, в социальной отрасли. И там люди, несмотря на небольшую зарплату, там стабильные у нас коллективы. И, конечно же, я бы отметил, что дальше продолжается поддержка и улучшение сельской клубной деятельности. Уже достойные коллективы выступают на районной сцене, на различных мероприятиях, уже сформированные и отработанные, отточенные в сельской местности. Это тоже радует. Уже неоднократно мы говорили, что за последние годы мы 26 сельских клубов газифицировали. Это тоже теплые клубы в зимний период уже они не пустуют. А что касается планов на ближайшие годы, какие у нас проекты намечены уже сейчас? Из уже выполненных и намеченных на будущее работ у нас по той же программе развития сельских территорий разработана проектно-осметанная документация на новый микрорайон села Истяк. И пока рабочее название, но, наверное, оно и сохранится, данный микрорайон села Истяк будет называться Сабантой, потому что ближе к полю Сабантуя это параллельно или рядом с микрорайоном Истяк города Янаула будет микрорайон села Истяк под названием Сабантой. Здесь порядка 240 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, место под школу там оставляется, проектно-осметанная документация изготовлена, уже прошла экспертизу, почти 200 миллионов данный объект будет стоить, в данный объект включается строительство дорог, сетей водоснабжения, газоснабжения, единственное, электрики у нас строят за счет своей инвестиционной программы, остальное там все сразу будет. И реализация данного проекта у нас предусмотрена пока по предварительным данным в 2022-23 годах. Когда объясняем, здесь очень важно понимать, что тот же «Италмаз» не появился за один год или за два даже. Наработка проектов идет лет на пять вперед. Дальше надо же еще доказать и войти в программу федеральную, то, что я говорил. Дальше у нас очень такой неприятный момент получился с газоснабжением микрорайона Южной. Многократно этот вопрос мы озвучивали, поднимали, не решали. Надеюсь, что 2021 год мы уже проектную документацию исполним и вполне возможно, Ради Фарич уже посещая, он сказал, я с запасом возьму и 2022 год, и поэтому обещаю, что в 2022 году там газ точно будет. Есть проекты, это все мы про город больше говорили, есть уже подвижки проектирования межпоселковых газопроводов в направлении сел Андреевка и Угамаш Салихова, там вот три деревни у нас десять лет мы пробиваем, никак не могли газификацию. В этом направлении отработаем в ближайшие годы. Надеюсь, в 2021 году мы проект заимеем с экспертизой вместе с Газпромом эту работу. Дальше у нас проблемный куст остается негазифицированными села Ижболдина, Отлегач, Новотроиц, Орловка. Вот это направление каждый раз мы подчеркиваем, а говорим об этом, что как назло рядом с ними находятся нефтепарки, которые источают сероводород, люди газом дышат, а газа не имеют природного. Это больше обиды дает жителям этих населенных пунктов, но мы по мере своих возможностей продвигаем эти вопросы, конечно, и привлекали и депутатов, и всех уровней. пишем обращения в разные инстанции, но пока сложно решается, но это перспективное будущее. Конечно же, у нас наработано и по системе здравоохранения, я уже говорил про ФАПы, активно подыскиваем место для расположения новой детской поликлиники на 300 посещений в смену. Данная работа тоже в ближайшие 3-4 года будет выполнена в части строительства уже, не только проектирования, в плане Минздрава это и есть. Большое внимание уделяется, но не все быстро решилось в части ремонта, хотя продвижки большие уже есть, ремонта и реконструкции поликлиники и стационара ЦРБ. У нас там большие вложения нужны, ну и там есть проблемы с медоборудованием, устаревшего много, хотя вот хоть и бэушные, вот на стадии запуска уже у нас компьютерный томограф будет, дальше будут в планах Минздрава озвученных есть нововведения, новые оборудования, это все будет закупаться, устанавливаться, но я думаю об этом в прямом эфире либо в интервью главврач сам расскажет. Просто я хочу обозначить, что в системе здравоохранения нужно больше внимания уделить и органам местного самоуправления, то есть мы будем привлекать внимание Минздрава, руководству республики, для того, чтобы решить там проблемы. Но они подвижки уже есть. Я суммы сегодня не озвучу, но большие ремонтные работы в этом году в больнице тоже проведены. в части ремонта некоторых отделений, замены окон, в стационаре полностью заменили систему теплоснабжения там, работы ведутся. Что тревожит вас как главу района? На сегодняшний день одно из нерешенных вопросов, и конечно данный вопрос не решается ни одним, даже не двумя, тремя годами, это отрицательный баланс в демографии нашего района. То есть у нас естественный прирост отрицательный, то есть убыль населения идет, и по миграционному оттоку мы не самые лучшие. При этом рабочие места сегодня создаются, но есть очень большой перечень вакансий, которые не заполняются работниками при наличии вакансий много людей, кто говорит, что у нас в Инауле нет работы. На отсутствие квалифицированных кадров сегодня жалуются, прямо скажу, руководители сельхозпредприятий, руководители или частные предприниматели, которые ведут свой бизнес в транспортной отрасли, в строительной отрасли, в сфере обслуживания, они говорят, что сегодня с работниками тоже проблема. Это один из, я бы сказал, непонятных проблем и причин, хотя об этом говорят сегодня, что недостаточно оплачивает, размер зарплаты не устраивает или что-то, но предприниматели, которые занимаются реальным бизнесом производством, они обозначают проблему вот эту одним из первых, хотя и говорят, что они по возможности стараются уровень зарплаты на достойном уровне держать. Затем есть задача наша в привлечении и возврата молодежи после обучения в родные края, то есть в нашем районе не нужно ждать больших инвесторов со стороны. Прежде всего инвесторами должны стать мы сами и на улице и возрождая или создавая новое производство, начиная с мелкого, расти нужно, не только ждать со стороны инвесторов, которые приедут и вложат большие деньги, создадут предприятия, а сами должны это все делать. Этому примеру есть Альянс нефтесервис, который уже создал 55 рабочих мест, объемы уже произведенной продукции только в этом году переваливают за 100 миллионов рублей, это неплохие объемы, дальше они намерены тоже развиваться, ну и переработку нужно развивать еще нам, вопросы привлечения инвесторов, конечно же, они остро стоят, они решаются по инвестиционным вложениям, мы тоже в серединке среди районов и городов, не в отстающих. Нужно работать для того, чтобы мы были в первой десятке по привлечению инвестиций с учетом инвестиций наших же граждан, то есть наших выходцев, граждан, возвращающихся студентов, которые с уникальными идеями будут приходить на наши территории благодаря помощи, которые существуют государственной поддержки, муниципальной поддержки, будут развивать свой бизнес, ставить свой бизнес. Это тоже очень недавно проведенный бизнес-час или инвест-час, он показал, что молодежь имеет креативные идеи, они развивают разные направления. Есть это все. Кстати говоря, проводимые инвест-часы, инициированные главой республики, то есть он обязал, чтобы каждый глава сам проводил на своих территориях в еженедельном режиме, они уже дают свои плоды. Интересные предложения звучат от молодых предпринимателей, от предпринимателей, имеющих стаж работы. Это тоже радует и решит вот эти проблемные вопросы, то, что я озвучил, надеюсь. А есть те, кому бы вы хотели сказать свои слова благодарности в этом году, по итогам этого года? Пользуясь случаем и в завершение года или накануне проводов 2020 года, однозначно хочу выразить слова искренней благодарности всем медицинским работникам, это врачам, среднему медперсоналу, младшему медперсоналу, за то, что они достойно выдерживают натиск болезней, несмотря на то, что они сами заражаются, они продолжают нести вахту, службу, лечат людей, поверьте, не так все просто, но они с достоинством выносят все эти тяготы, конечно же, слова искренней благодарности персоналу ПНИ, психоневрологический интернат, коррекционной школы, которые по две недели отрабатывают свою вахту, вот в ПНИ перед Новым годом заступает уже девятнадцатая смена, это не так просто оставлять семью дома, у некоторых есть дети школьного возраста, дошкольного возраста, но они находят общий язык со вторыми половинками, с родителями, чтобы за ними был уход в этот непростой период, отсутствие мамы или отца, им огромная благодарность, огромная благодарность нашим волонтерам, волонтерами в основном выступали рабочие молодежи среднего возраста, им отдельное спасибо за то, что они от души все это отзывались на призывы, приходили сами, изъявляли желания, быть волонтером говорят почетно, но такого массового наплыва сегодня нет, но Янаул всегда был богат на добрых и радушных людей, которые готовы помочь. Волонтерам спасибо. Повторюсь, скажу слова благодарности учителям нашим. В этот непростой период они выдержали натиск, или учителя наши выдержали все испытания с переходом и на онлайн, и на оффлайн обучение, при этом они получили оценку своего труда со стороны родителей, когда родители завыли от присутствия детей дома, в долгом присутствии детей, они поняли труд учителей, насколько это непросто. Это, конечно, шутка, от своих детей никто не устает, но при этом насколько важно занятие именно в оффлайн режиме, в школах это мы поняли все. Конечно же, говоря слова благодарности, сегодня я не перечислю всех работников, все направления отрасли района, хочу сказать слова благодарности просто всем юноульцам, которые, те, кто отработал от души на развитии нашего района. Ну и пользуясь случаем, я хочу слова искренней благодарности выразить вам, работникам телевидения, за то, что вы свою деятельность непрерывно вели в очень непростых условиях, тоже связанное с риском, с коронавирусом, вы были везде, вы снимали и отражали все события района своевременно и по крайней мере нареканий от жителей ваш адрес не слышал. Это тоже большой труд. Это очень приятно. Какие у вас будут пожелания нашим жителям, нашим телезрителям в преддверии Нового года? Терпение тем, кто потерял своих близких, надеяться на добрый, хороший 2021 год. Всем и на улице жителям нашего района желаю, чтобы был позитив в вашей жизни, было здоровье крепким, а для того, чтобы было здоровье, занимались спортом, вели здоровый образ жизни. Конечно же, хочу, чтобы ваши близкие больше вам несли исключительно радостные события в своих вестях, новостях, когда они с вами разговаривают, общаются. Это очень важно. И чтобы здоровье позволяло всем нашим и пожилым гражданам быть активными, несмотря на возрасты и счастливыми годами. И пусть новый 2021 год будет одним из самых успешных во всех смыслах лучших в нашей жизни. Спасибо большое, Альшат Акзалович. На этой оптимистичной ноте мы и закончим свое актуальное интервью. До новых встреч! Субтитры 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 В любом салоне Ювелир Центр Не пропустите! Только три дня 28, 29 и 30 декабря оформи займ от 7000 рублей и получи 500 рублей в подарок. Ждем вас по адресу улицы Кудайбертина, дом 3, напротив магазина у Галины. Информация по телефону 8-987-033-22-18. Денежные займы предоставляются ООО НКК ТВ Деньги Людям УГРН 114-290-7400-37. Срегистрированы в реестре МФО 651-403-111-005-137 от 20 мая 2014 года.